Денис Волков Дорогу отремонтировали комплексно, фрезой устранили старое изношенное покрытие, в два слоя уложили асфальтобетон. Применялись новые смеси в соответствии с требованиями к реализации дорожного нацпроекта. В частности, для устройства верхнего слоя использовалась смесь ЩМА-16 – щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Это обеспечивает надежность каркаса автодороги, минимизирует вероятность образования колейности и разрушений полотна. Этой ночью на Луначарского проходили заключительные укладочные работы – асфальтировали съезды с улицы. Это порядка 500 квадратных метров дороги, всего же участок от Новосадовой до автобусного проезда – 3400 квадратных метров. Бортовой камень, пандусы, зебра соответствуют современным технологиям строительства. Не только тротуары, но и парковочные места выложены плиткой. Специалисты подчеркивают – очень важно позаботиться об инфраструктуре, прилегающей и к зданию фабрики кухни, где разместится самарский филиал Третьяковской галереи, и к скверу памяти борцов революции. После открытия трафик на улице Луначарского, которая ведет к этим объектам, будет более интенсивным. Поэтому на площади свыше 400 квадратных метров выполнили устройство дополнительных парковок, установили 15 новых фонарей, дорожные знаки, аварийные деревья убрали, остальным провели санитарную опиловку. Предусмотрено 27 урн. Осталось нанести дорожную разметку. Красиво получилось. Было здесь, да, как говорится, без слез не взглянешь. А потом, после долгих и трудных усилий, улица преобразилась прямо, глаза радуются. Я сам сколько раз здесь приезжал и ходил, и гулял. Общественная приемка улицы пройдет в начале сентября. Параллельно обновляется и проспект Масленникова. Он тоже находится на финальной стадии комплексного ремонта. Данная улица находится в непосредственной близости к ремонтируемому зданию филиалу Третьяковской галереи. Если говорить в целом, то работы на объекте практически завершены. При выполнении работы основной акцент делается на обеспечении доступности для маломобильных граждан. То есть для мам с колясками, для инвалидов-колясочников и так далее. Хочу отметить, что объект выполнялся с учетом именно этих мероприятий. То есть приоритет был отдан для удобного и комфортного передвижения всех групп населения. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре ремонтируют дорожную сеть в масштабах всего мегаполиса. На данный момент готовность улиц составляет 93%. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.